Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Уровни 38,2, 50 и 61,8% по Фибоначчи считаются очень важными. Собственно, около них трейдеры обычно ожидают ценовые изменения, потому что эти уровни считаются уровнями сопротивления и поддержки. Это называется веером Фибоначчи. Ссылку на эту статью оставлю в описании, чтобы вы изучили подробнее. Почему я задел эту тему? Да потому что эти уровни станут ключевой идеей сегодняшнего видео. Все вы знаете, кто такой ММ Крипто. У него вышло интересное видео, о котором я просто не мог не поделиться с вами. В нем он рассказал о сценариях развития цены биткоина. Давайте посмотрим. А, ссылку на оригинал, как обычно, в описании оставлю. Удивит ли нас цена биткоина, когда график коснется уровня Фибоначчи 38,2%? Сегодня я расскажу вам об очень, очень медвежьей теории и что именно произойдет, исходя из этой теории, как только мы приблизимся к этому уровню Фибоначчи. Также я поделюсь своим собственным мнением с некоторыми доказательствами по поводу того, почему эта теория может быть неверной. И расскажу вам, что может произойти, исходя из моего личного мнения. Итак, приступим. Как вы знаете, я много раз делился этим на своем канале. И другие люди тоже говорят об этом, как, например, Тон Вейс. Все они говорят об уровне Фибоначчи 38,2% от исторического максимума до локального минимума. И это очень важно. На данный момент этот уровень Фибоначчи находится на цене 9500 долларов. Также я уже не раз видел, как люди задают вопросы, а что будет с курсом на этом уровне? Взорвется ли он или рухнет? И мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос сегодня. Прежде всего, я хочу показать вам очень интересную и достаточно правдоподобную теорию. Итак, эта теория очень точно показывает уровень 38,2% по Фибоначчи. Скорее всего, мы очень скоро коснемся этого уровня. Вы можете заметить, что в предыдущем цикле цена также пересекала подобный уровень, после чего он становился поддержкой. Цена на этом уровне составляла 550 долларов. Такая же ситуация была в 2011-2012 годах. Тогда на этом уровне цена составляла 13,5 долларов. И он тоже сначала действовал как сопротивление, а затем стал поддержкой. Так что очевидно, что это очень важный уровень. И сегодня тоже. А уровень 38,2 на самом деле по важности лишь немного уступает уровню 61,8, который является очень ключевым для цены биткоина. Но все задаются вопросом, оттолкнется ли курс от этого уровня, или все-таки пробьет его. Этот парень в Твиттере Криптомедиус упомянул, что каждый цикл становится длиннее. Поэтому здесь мы имеем цикл, который длился 434 дня. От старых исторических пиков до первого касания уровня Фибоначчи 38,2. Затем мы имели цикл в полтора раза длиннее, который составлял 714 дней. Но потом следующий цикл внезапно уменьшился до 525. И тут возникает вопрос, а почему он стал меньше? Потому что он довольно точно указывает на то, что чем больше участников рынка, и чем выше рыночная капитализация, тем больше времени требуется, чтобы вытрясти людей с рынка, и поднять цену до новых исторических пиков. Также в 2011 году движение от исторического минимума к первому тесту уровня Фибоначчи длилось 273 дня. При этом следующий цикл увеличился до 294 дней, а третий внезапно уменьшился и составил всего лишь 161 день. Поэтому главный вопрос заключается в том, действительно ли это конец медвежьего рынка? И этот парень говорит, что нет. Как раз таки из-за такого короткого промежутка времени. Кроме того, он говорит, что объем, который мы имеем на биржах, фактически не действует должным образом, как в прошлом биткоина. К примеру, после падения здесь мы имели самый низкий объем из следующих трех. Да, он сам по себе вроде не маленький, но все равно меньше, чем локальный объем прямо здесь. А затем, когда случился взрыв цены, мы наблюдали огромные объемы, и так по сути и должно быть. На этот раз у нас был серьезный провал цены вот здесь, и эта капитуляция сопровождалась огромными объемами. Второй раз мы увидели похожие объемы только при провале биткоина до 3000 долларов. Поэтому, по мнению Криптомедиуса, это первый признак того, что вот этот объем никак не указывает нам на прорыв цены в будущем. Исходя из этого, он говорит, что в соответствии с его теорией, мы находимся сейчас не здесь, будто в 2015, как все мы думаем, а вот здесь. Таким образом, исходя из его теории, цена оттолкнется от уровня 38,2 по Фибоначчи и пойдет искать новые низы. Но теперь давайте я поделюсь своим мнением об этом. Прежде всего, это продолжительность. Я уже показывал вам, что когда мы опускаемся ниже Realized Cap... Стоп, стоп. Ребята, подождите. Если вы забыли или не знали, что это вообще за Realized Cap такой, посмотрите видео по ссылке в описании или по подсказке, которая сейчас вылезет в верхнем правом углу. Там я все объяснил. Я уже показывал вам, что когда мы опускаемся ниже Realized Cap, а это произошло в ноябре 2018, то большинство трейдеров начинает торговать в убыток. Когда мы наблюдали то же самое на предыдущем медвежьем рынке, цена опускалась ниже и вытряхивала всех слабых трейдеров. После того, как рынок избавился от таких слабых трейдеров, цена снова приблизилась к этому индикатору и оттолкнулась вниз. На эти движения ушло 9 месяцев. Прямо сейчас мы располагаемся на сроке в 4-5 месяцев. Исходя из слов того парня из Твиттера, этого времени недостаточно, чтобы вытрясти всех слабых игроков. Но по моему мнению, на данный момент это предостаточно, потому что, как мне кажется, участники рынка изменились. Раньше движущей силой было большое количество глупых денег. Просто большое количество людей присоединилось к пространству из-за средств массовой информации, благодаря чему цены росли. Да, сегодня тоже есть люди, приходящие на рынок из-за средств массовой информации. Но теперь становится больше тех, кого мы называем умные деньги. И их-то вытряхнуть из рынка не так-то просто. Вы также можете заметить, что выкинуть большое количество людей с рынка вот здесь оказалось очень легко. Большое количество людей свалило достаточно быстро. И такое поведение доказывает, что последующий рыночный цикл и период капитуляции будет еще меньше. С другой стороны, у нас также были розничные инвесторы, которые поднимали цену несколькими этапами. Но на этот раз, по-моему, у нас нет таких розничных инвесторов. Но давайте повторим еще раз. Этот парень из Твиттера сказал, что объем недостаточно большой для того, чтобы цена пробилась вверх. Лично я думаю, что на самом деле этот объем должен быть намного больше. Потому что на графике отображаются только биржевые объемы. И теперь, когда участники рынка изменились, цену вверх толкают отнюдь не розничные инвесторы, а крупные организации, крупные институты и крупные игроки. Давайте проверим так называемый UX-теориалайс прайс дистрибьюшн. Мы видим, что самые большие объемы были в диапазоне цен от 3200 до 4200 долларов, когда миллионы биткоинов накапливались. Но не на биржах, а на биткоин-кошельках, вне биржи. Также большое накопление происходило на уровне цен 5000 долларов. Итак, если самое большое накопление было здесь и вот здесь, вместе со значительными объемами, которые не были показаны на графике, то, соответственно, эти объемы здесь на самом деле значительно больше, так же, как и эти. Так что лично я думаю, что теперь, когда участники рынка изменились, нам нужно объединять биржевые объемы и объемы UX-теор. И если мы это сделаем, мы увидим такой же большой объем, как и перед бычьим забегом вот здесь. Учитывая это все, я предполагаю, что тот провал до 3200 долларов и был дном. А это действительно реальный уровень 38.2 по Фибоначчи, который цена должна протестировать. И тогда остается только три будущих сценария. Сценарий, что вот это не было дном, по моему мнению, ошибочен. Поэтому у нас осталось два последних сценария, фактически связанных с этим графиком. Как вы видите, на последнем медвежьем рынке или в конце медвежьего рынка мы приближались к уровню 38.2. И вы должны помнить, что мы сейчас говорим об объеме и продолжительности. И если это дно, то, как я думаю, опираясь на приведенные факты, этот уровень 38.2 был пересечен, а затем сопротивление превратилось в поддержку. Вы можете ясно видеть это прямо здесь. Это первый сценарий. Суть второго сценария заключается в том, что эта линия прямо здесь действовала как сопротивление. Значит, мы должны упасть на 20-40%, после чего будем находиться в небольшом флете и снова будем прорываться вверх, отправляясь в буллран. Так что лично я думаю, что это наиболее вероятные сценарии, которые мы можем предполагать. Конечно, биткоин может вовсе не соблюдать эту гипотезу, и тогда цена снова оттолкнется от уровня Фибоначи здесь и пойдет искать новое дно. В общем, это были два моих личных сценария. Во-первых, я все еще ожидаю коррекции на 20-40%. Я имею в виду, что у нас уже была одна такая коррекция вот здесь, но мы должны быть готовы к тому, что такие коррекции всегда происходят на бычьем рынке. А показатель 20-40% вполне себе разумный на бычьем рынке. Так что либо мы застанем это прямо здесь на уровне 9,5 тысяч долларов, либо мы пойдем выше, а затем уже найдем новый уровень поддержки. Вот такие два сценария предполагает ММ Крипто. Достаточно бычьи, я бы сказал, и, кстати говоря, правдоподобные. Что вы думаете о них, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok